добрый вечер дорогие друзья кто сегодня пришли на вебинар или вернее присутствует во всех разных местах где вы находитесь пермь приволжск ростов-на-дону приветствую нижний новгород киев приветствую всех кто нашли время и которые чувствуют и понимают что это хоть какая-то информация она необходима поэтому постараюсь быть сегодня лаконичным вот и давайте поработаем таком же режиме как обычно начнем с новостей покажите пожалуйста как у меня слышь спасибо владимир значит вы уже показали что слышно меня остальные друзья как вы меня слышите отлично виктор спасибо спасибо евгений валентина спасибо большое понял тест на звук прошли надеюсь что у меня и видите я еще раз вас поприветствую вот весна движется вовсю но тем не менее жизнь продолжается и давайте сегодня значит начнем с новостей первая новость это в первую очередь то что мне посчастливилось по необходимости как говорится побывать на этой неделе в понедельник в минске встретиться с анатолий едуардовичем юницким с его командой как всегда такая поездка она с одной стороны напряженная потому что нам не просто из евросоюза пробираться в россию в белоруссию но тем не менее это того стоит потому что я просто с превеликим вот таким как бы воодушевлением что ли делюсь с вами что всякое посещение она дает определенные дополнительные дополнительную энергию работать работать с командой делиться тем что ты знаешь иногда даже то что не знаешь узнаешь просто и это вселяет уверенность и надежду тем более что видно как люди работают насколько они в напряженном режиме постоянно скажем объем работ нагрузки растет я не слушаю не случайно сейчас перед вебинаром пустил новостную запись вы ее можете посмотреть и там их я просто обращаю ваше внимание что пожалуйста не ленитесь или же находите время в своей повседневной как бы ну если не сказать суете повседневной деятельность правильность так сказать где естественно есть определенная доля суеты как я всегда говорю что вы знаете мы все равны нам каждому господь в начале дня или в начале суток выдает по 24 часа на электронную виртуальную карточку времени и вопрос только в том как мы ими воспользуемся насколько мы инвестируем свое будущее в будущее своих детей в будущее вообще того что нас окружает в каком мире мы хотим жить и от этого многое зависит поэтому такой как бы экскурс он очень важен если же посмотреть сколько нам вообще в жизни выделено секунд то секунд времени то это очень хороший мы почти приближаемся если посчитать в среднем что человек живет ну средняя статистическая не живет а если жизнь человека продолжительность допустим взять 70 лет то рассчитали специалист я не пересчитывал я могу просто пример за 2 миллиарда 130 миллионов и так далее так далее секунд это такая серьезная цифра вот и я однажды слышал очень интересную доклад где специалист оперировал вот этими секундами и как только становилось часов дней то все дело становится значительно печальный поэтому заканчивая тему о времени просто хочу вам вас призвать тому находите время чтобы каждый день инвестировать себя в своих близких и так далее поэтому возвращаясь обратно к поездке в минск могу сказать следующее что команда работает решено было много ну задач которые стоят согласований и так далее но кроме того еще и встреча и беседа и обсуждения с анатолий дарда чем и его специалистами показала что есть много интересных проектов много тем которые требуют решения совместного решения и собственно это дает повод для дальнейшей такой как бы интенсивной работы к чему я вас и призываю кроме всего прочего а теперь столько новостях кроме того на прошлой неделе вернее извиняюсь на этой неделе состоялась совместная как бы встреча фондов рсв системс свик и капитал где представители каждого из них поделились своими видениями своими какими-то вызовами которые они видят и это тоже радует потому что налаживается такая деловая атмосфера взаима как бы сотрудничество даже низко я бы не сказал не столько сотрудничества два магазина между собой условно говоря ли три магазина не могут сотрудничать как я считаю но это мое мнение прошу прощения а вот взаимодействие какого-то это значит очень важная вещь потому что мы работаем как бы мы не торгуем а мы работаем на одну цель это строительство экотехнопарка это благополучие инвесторов которые становятся акционерами и это благополучие вообще окружающего нас мира ибо действительно наш девиз строй скайвей сплосай планету вот и это очень важно поэтому поэтому из новостей может быть я бы не стал останавливаться больше на других вещах могу только сказать что значит под покровом определенной информации идут интенсивные взаимоотношения сотрудничества по выработке проектной основы значит которая вытекает как бы из решения экспертного совета минтранса россии и это тоже радует когда наступит время то что самые родители этого или те кто причастны к этому значит протоколу или ну да протоколу совета экспертного совета минтранса анатолий эдуардович и его команда они сами об этом скажут поэтому не буду сейчас информацию передергивать ну вот и таким образом значит плавно давайте перейдем на следующий этап нашей сегодняшней встречи я бы хотел вас немножко с одной стороны просветить слегка пугнуть вот и поговорить об о возможных вызовах которые нас ждут и тогда мы с вами плавно перейдем к адресным проектам и посмотрим что здесь интересного как еще остановимся на той справке которую которая рождена была в процессе слегка она дополнена вот поговорим об этом потому что это самая такая основательно хорошая простая на мой взгляд по крайней мере и по отзывам которые я получил значит такое обобщение технологии skyway хотя это так нельзя сказать что это обобщение технология это так называемая площадка с которой можно подходить тихонечко к технологии технологии не обобщить она сама себя обобщит когда станет сертифицированы и будет применяться по миру по всему миру поэтому давайте посмотрим такую вещь я позволю себе сейчас вернуться обратно к такой вещи как стратегия изменяется и вот мы об этом говорили прошлый раз и просматривали я просто напомню мы просматривали от желания намерения цель план действий и фокус и рассматривали что есть существует две два возможных подхода стратегии и давайте я очень быстро не вдаваясь в подробности пройдусь по ним сейчас но потом мы придем к тому что а что же существует ли вообще в мире кризис где мы находимся одно время все бегали кричали все кризис 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 как то сейчас все по вроде бы по утихло сильно никто не кричит а изменилось ли что-то в мире и куда она меняется но очень важно в этом процессе где мы находимся значит вы знаете в обществе не только в нашем целом мире на протяжении многих веков про как бы прорастала стратегия что откладываю накапливаю и таким образом создаю какую-то сумму денег в еврах в долларах в рублях в юанях неважно в чем в тугориках и тем самым создаю себя некая как бы иллюзию благополучия не говорю что это иллюзия я просто честно могу сказать мои предки начиная которых я помню это бабушка мои родители да и что тут греха таить на определенных этапах своей жизни я сам лично точно по этой же самой стратегии действовал пытался что-то накопить накапливалось потом что-то все куда-то сгорало по разным причинам то власть переменится значит то правила игры меняются и смотрят что вроде в руках уже ничего такого сильное нет и поэтому я возвращаюсь обратно к тому что было сказано прошлый раз это есть другая стратегия и рассчитываю инвестирую то есть не просто тупо инвестирую я извиняюсь а рассчитываю и инвестирую а что такое рассчитываю если я рассчитываю это значит я считаю какие у меня есть доходы какие есть у меня расходы как мне содержать семью если она у меня есть или как мне содержать самого себя или как мне поддерживать родители или как мне учиться если я сейчас учусь неважно или если я пенсионер как мне дотянуть до следующей пенсии и так далее понимаете рассчитываю но я и смотрю с другой стороны а могу ли я во что-то инвестировать Что я могу инвестировать, что человек может инвестировать, как мы в прошлый раз по всей вероятности говорили, это естественно самое простое, это деньги, какое-то имущество или какой-то ресурс. Что является ресурсом? Ресурсом является мое внимание, моя энергия, мое время, мои какие-то знания, мои компетенции и так далее. То есть я начинаю это куда-то вкладывать и таким образом создаю пассивный доход или стремлюсь к получению пассивного дохода. Что такое пассивный доход? Это то, что я аккумулировал вот на этой стадии здесь, когда инвестировал, и последствий это усиленное начинает давать мне возможный определенный доход. И теперь возникает следующая ситуация, дорогие друзья, что то, чем мы занимаемся, оно дает нам такую возможность именно действовать вот в этой логике, в этой стратегии. Но посмотрите, я еще хочу разъяснить или поделиться с вами, какие процессы предполагаемы в кризисной ситуации. Дело в том, что мир сейчас находится в положении такого как бы зависания, вроде бы уже дальше некуда, а все что-то находится, чтобы оттянуть так называемую агонию финансов. Не надо себе строить, дорогие друзья, иллюзии. Вы смотрите, я здесь показал вам, что вот один доллар или один евро, за этим перепроизводство долларов и евро стоит. За ними ничего другого нету. Понимаете? Потому что вагонами, составами производятся доллары уже давно, а с прошлого года, с лета прошлого года стали производить и евро. Ежемесячно производится почти, значит, целый состав, или, ну скажем так, в деньгах есть решение, чтобы к августу месяцу нынешнего года, 2016 года, было напечатано, напечатано, денег в Евросоюзе, евро, порядка пяти, ну скажем так, от двух с половиной до пяти милли, триллионов евро. Триллионов, не миллиардов, а триллионов. Это очень много денег, и за ними практически ничего, условно говоря, не стоит. Таким образом, мы находимся сейчас, являемся свидетелями очень такого опасного процесса. Это оттягивает просто ситуацию. Теперь посмотрите, а что мы делаем, когда мы переходим вот в этот рассчитываю инвестирую, новую стратегию, или так называемую стратегию новую, по отношению к тому, что, ну как бы было раньше. То получается ситуация, я инвестирую один доллар, но они аккумулируются через те условия, которые нам... Я взял средним, дисконт 300, и это значит, что где-то появляется у меня возможность, невозможность, а я становлюсь, будем говорить так, не будем здесь крутить, Собственникам, через инвестицию приобретаю право на 300, вернее, на акции в 300 долларов. На 300 акций, каждая номинальная стоимость, ее задекларировано 1 доллар. За этим, но, одно дело, чтобы стояли бумажки где-то, и можно написать еще больше. Но факт то, что это такие акции, за которыми реализуется и возникает определенное имущество или реальные ценности. Изначально, первое, за этим стоит так называемая интеллектуальная собственность, ну, труда, жизненного труда Анатолия Эдуардовича Веницкого, автора, главного конструктора этого проекта, Скайвей. Это все то ноу-хау, которое было разработано в течение 40 лет. И на тот момент, когда была дана оценка этому интеллектуальной собственности в 400 миллиардов долларов, назовем это так, пока, то тогда было, но вопрос-то в том, что процесс не стоял на месте, и с 2000, конца 2013-2014 года, когда, значит, этап строительства экотехнопарка, до сегодняшнего дня, это еще больше ценностей создано, потому что целый ряд разработок уникальнейших произведен именно в этот период, дорогие друзья. Показатели испытаний, которые проводятся в аэродинамической трубе, просто фантастические. Там специалисты не верят, они даже, как говорили, что иногда проверяют приборы, что являются ли приборы, как бы, реально действующими, нет ли где погрешности в них. Все оказывается абсолютно адекватно, и они просто удивляются, как удается такие вещи разрабатывать. Поэтому, когда разрабатывается и испытывается корпус юнибусов, юнибайков, таким образом процесс идет, и за этим стоят конкретные ценности. Теперь смотрите, значит, что у нас самый такой нормальный серый сценарий, это просто девальвация. Девальвация. Это значит, что, значит, допустим, тот же, берем тот же самый доллар, тот же самый доллар, добавляем к нему по этой логике, я прошу прощения, сейчас выключу телефон. Значит, я забыл его выключить, прошу прощения. Добавляем к нему еще 299 долларов и получаем 300 долларов. Вот, откладываем куда-то эту сумму. Но теперь смотрите, что происходит, когда происходит девальвация. Самый такой серенький вариант. На 20-50 процентов. Боюсь, что девальвация может быть просто несколько этапов, и тут могут быть разные сценарии. Это значит, что из 300 моих долларов остается, в лучшем случае, при 20-ти процентной девальвации, 240 долларов. А при более жесткой девальвации, 150 долларов. Приведу вам такой пример, который я лично был свидетелем. В 1990 или 1991 году я ехал в Финляндии с одним миллионером, финном. Он вез меня из Турку в Хельсинки на машине. Мы выехали, и он говорит, Владимир, такая ситуация, что я, наверное, сегодня очень сильно победнею. Я говорю, в чем дело, Арто? Он говорит, ты знаешь, вот у нас сейчас парламент рассматривает процент, насколько девальвировать финскую крону, извиняюсь, финскую марку. И, значит, вот в зависимости от этого я тебе могу сказать. Говорю, ну и что? И вот, когда мы поехали, радио было включено, а это 180 километров между Турку и Хельсинки. И вот он говорит, что мы проехали там сколько-то, ну километров, наверное, 40, там как раз проезжали мимо, где Nokia заводы были, да. И он говорит, смотри, я стал беднее на 20 миллионов. Я говорю, в чем дело? Он говорит, вот 25 процентов у нас сейчас предлагает парламент, и практически это выставлено на голосование. Но не буду вдаваться в подробности, значит, когда мы приехали в Хельсинки, он говорит, у нас есть повод праздновать, что не 25 миллионов, а всего только на 3,5 миллиона. Возможно, я стал беднее, в зависимости от того, что, значит, вот у меня мои деньги, девальвация была проведена, процент был, по-моему, 15 процентов или что-то около этого. Вот, и эта сумма не такая страшная, потому что смотри, сколько я выиграл между там 20 чем-то и 3,5 или 4 миллиона. Суть не в этом. То есть, факт, есть факт. И смотрите, значит, прошла девальвация, стоимость товара не меняется сильно. Там чуть-чуть, может быть, откорректируют государство или сообщество, а в глобальном масштабе вообще какой-то всемирный банк примет решение, скажет, всем банкам действуют вот по этим правилам. Все, товары не меняются, сумма кредита остается такая, как и была. Да, Иван Иванович Иванов взял кредит и у него 100 тысяч долларов, возьмем доллара кредита, у него так и останется 100 тысяч долларов. Но в банке, если у него в банке был счет, на счете было у него, там, предположим, 10 тысяч долларов, то это уже будет не 10 тысяч долларов. Понятно, да? То есть, таким образом, процессы очень опасны. И я бы просто вас, как бы, ну, призываю, чтобы вы это понимали, разбирались бы в этом и передавали другим людям. Потому что Skyway, кроме всего прочего, материализации, он является, проект является и хорошей площадкой минимизации тех рисков, которые сейчас от нас не зависят. Мы в них просто находимся. И в какой-то конкретный момент мы можем оказаться просто листом об стенку. И тогда, что мы будем делать? Поэтому, дорогие друзья, прошу вас, подумайте над этим. И здесь есть реальные возможности. Но это не значит, не воспринимайте эту информацию, как, вот, сейчас Маслов сказал, все, теперь надо по максимуму куда-то инвестировать. Нет. Откладывайте яички, яйца, пардон, извиняюсь, в разные корзинки. И одной из них является, как раз, проекты Skyway и те пакеты, которые предлагаются. Кроме того, что условия-то очень неплохие. Теперь смотрите, как меня вообще слышно. Слышно. Так, привет всем. Значит, слышно ли меня сейчас? У меня показывает, что у меня интернет. Я такой же останусь. Вот. А процесс у нас пойдет дальше. Отлично, слышно. Спасибо. Спасибо, друзья. Так вот, смотрите, значит, и что это значит? Это значит, что есть у нас такая возможность очень неплохо, очень неплохо себя, как бы, ну, выстроить свою стратегию. Это следующий шаг выстраивания стратегии. И теперь смотрите, а какие же у нас есть ожидаемые возможные вызовы? Я уже неоднократно говорил, и другие спикеры, или как их называют, выступающие на других вебинарах, вероятно, говорят о том, что очень важно, как я, человек, позиционируюсь. Я могу быть один, а я могу быть членом команды. Да, уже то, что мы являемся в той или иной степени членами команды инвесторов, которые инвестируют в этот проект, которые поверили, в той или иной степени, кто-то на 100%, кто-то на 90%, кто-то на 50% присматривается. Потому что я, например, сегодня с одним очень умным юристом разговаривал, он уже давно присматривается. Когда я ему рассказал, куда мы прошли, он почесал затылок, говорит, ты знаешь, я сегодня тебе могу откровенно сказать, что я вот честно тебе говорю, я пожалел сегодня, я тебе честно признаюсь, что я это не сделал и не подключился к этому проекту еще в декабре месяце, когда ты мне честно рассказывал об этом. То времени не было, то клиенты, значит, он адвокат, то клиенты затаптывали меня, а сегодня я понимаю, что я тогда не сделал очень важного дела. Но у меня есть возможность исправиться, и он это сделал. То есть люди начинают понимать, и таким образом команда это очень важно. И если вы не стремитесь к тому, чтобы рассматривать как командный бизнес возможности, которые дает структура Capital, то это один вопрос. Если вы рассматриваете, то это другой вопрос. Но в любом случае мы являемся членами команды, и это очень важно. То есть я потом в конце еще, или вернее заканчиваю вот эту тему стратегии, еще акцептирую один очень важный момент. И таким образом командная работа, она еще больше дает возможности. Вы помните, если, а мы говорим об адресных проектах, в адресном проекте, дорогие друзья, реальная работа как раз возможна только в команде. Если я буду подходить к адресному проекту как специалист-одиночка, то я стану специалистом-одиночкой, и меня в любой точке можно достаточно неслабо оттереть. Как только я вхожу с позиции команды в этот проект, начинаю его запускать или инвестировать, совсем другая ситуация, дорогие друзья. И это очень важно учитывать, знать и к этому стремиться. Второе. Когда мы говорили о доме Скайвей, там тоже мы говорили о команде. И кто присутствовал, те знают, кто нет, можете посмотреть в вебинарах, там есть об этом. И мы еще будем к этому возвращаться обратно, к дому Скайвей. То команда это еще и сообщество, в котором каждый приносит то, что он имеет. То есть это синергия. Например, я умею там проекты разрабатывать или знаю, что это такое. Кто-то хороший расчетчик, кто-то хорошо работает в интернете и, скажем, для него поиск информации, разработка каких-то вещей абсолютно плевое дело, условно говоря. А мне тут надо, извините, два месяца себя приводить в определенное состояние. Но присматриваясь, как он это делает, мне это проще сделать. Я тоже повышаю свою какую-то определенную, так называемую, степень или состояние компетентности в том, в чем я раньше был практически ноль, допустим. Или знал кое-что. Таким образом, так мы продвигаемся. Я вам приведу очень простой пример. Мой партнер, сын, абсолютно уже взрослый человек, мы когда-то начинали и он просил таким образом, что говорит, слушай, давай вот этот проект сделаем вместе. Мы начали этот проект, и я привнес тот опыт, который у меня был, но я вам скажу больше, а он привнес, он этэшный специалист изначально, и он привнес, он меня натаскал в этом вопросе. И таким образом, в принципе, мы работая полтора года над проектом, очень сильно дополнили друг друга. И сейчас я со стороны вот смотрю, когда он консультируется иногда, и просто душа радуется, потому что у нас маленькая была команда, мы привлекли еще трех или четырех, я сейчас не помню, специалистов, которые тоже были. Никакой компании мы не делали, мы договорились на бумаге, кто что привносит в проект, и все остались довольны, в конце концов. И каждый получил дополнительную компетенцию за счет того, что мы сотрудничали в команде, работали и достигли успеха. Да и клиенты остались довольны в том плане. И таким образом, я хочу вам на заключение вот именно вот этой части нашего сегодняшнего вебинара привести такие данные, потому что мы живем в мире, в котором мы живем. Это вселенский, или так называемый Земля, это мы являемся жителями Земли, Земля является частью Вселенной. Вот, и поэтому на нас все, что существует во Вселенной, на нас в той или иной степени действует, и мы взаимодействуем с этим. Хочу вас, как бы, оповестить о том, кто не знает, кто-то, может быть, знает, что в настоящий момент большинство из тех, кто меня слушает, и я посмотрел, живут в России, да? Видят, мы живем в период, когда взаимодействуют Сатурн и Нептун. И это две такие очень своеобразные планеты, не будем вдаваться во всю, как бы, казуистику астрологии. Но факт то, что сейчас идет, скажем, цикл, 36-летний цикл для России, а она находится, и зависит очень сильно от этих двух, взаимодействия этих двух планет, цикл 36-летний, который заканчивается, по-моему, в 26-м или 25-м году. Вот, можете посчитать до 27-го года, там, сколько циклов, вернее, от 17-го, 1917-го года, сколько циклов прошло, и увидите, какой цикл проходит, и где мы стоим. Если Сатурн это порядок, долг, это, в первую очередь, упорядоченность, это, естественно, стабильность, это иерархия и так далее, то Нептун, противоположность, это размытость, иллюзия, обман, какое-то шаткое такое состояние, раскачивание, разбалтывание и так далее. Это хаос и иллюзии, но мы находимся в этом процессе. И теперь подтверждение того, что в команде, если и когда мы начинаем взаимодействовать, то уже команда это предполагает упорядоченность, четкость в жизни и так далее. И таким образом мы просто как бы ослабляем те воздействия, в которых мы находимся. Мы уравновешиваем ситуацию, независимо от того, куда общество идет. То есть наша устойчивость усиляется за счет взаимодействия. Первый уровень это взаимодействие на уровне поддержки проекта Skyway, и дальше пошли уровни, и заканчивается конкретной нашей семейной ячейкой. То есть, являясь сильными в целом, мы становимся более сильными, устойчивыми в частности. И это очень важно учитывать. Таким образом, я сейчас заканчиваю эту часть своего как бы представления вам, и давайте пойдем дальше. Значит, что сейчас важно... А, у вас тут есть вопросы, я извиняюсь, я вошел в раж. Значит, имеется в виду проект транспорта Стю? Это кто-то там задавал, видать, вопрос, да? Да, уважаемый Владимир, имеется ли у вас информация об адресах проекте в городе Эйлад? Государство, спасибо. Вы знаете, нет, нету. Я слышал, но, как говорится, слышал звон, но не знаю, где он. И поэтому не буду здесь лукавить. Точно не знаю. Но вы меня, значит, подвинули к тому, чтобы постараться узнать, есть ли там что-то или нет. И суть, если бы там что-то было, наверное, я бы знал, хотя их много таких проектов, я потом в конце еще скажу, которые, ну, как бы подготовлены, находятся на определенной стадии. Возможно, адресные проекты малых городов, провинции, они пойдут в последнюю очередь после крупных городов. Нет, вы знаете, дорогие друзья, пойдут те проекты, которые получат финансирование. И я нисколько не сомневаюсь в том, что какие-то малые города, в них тоже есть свои определенные проблемы. Там есть возможности. И в больших городах есть другие условия. То есть очень многое зависит от конкретных мест. Такого, чтобы жесткого условия нет. Вот давайте сначала сделаем большие, а потом посмотрим, может быть, дойдем и дам мелких. Нет, это будет все происходить, ну, по всей вероятности, в зависимости от того, где какие-то инициативы будут, кто успеет. Ведь смотрите, как этот процесс развивается и будет развиваться. Сейчас мы находимся на стадии становления или запуска сертификации. Но, как я всегда говорю, и не стесняюсь, и не устану повторять, что представьте, что это сейчас ситуация, когда вода собирается за плотиной. И вот начинается сертификация, вся долина будет заполнена. То есть весь мир заполнится вот теми свежими потоками новой технологии, нового поколения, нового уровня. Это не значит, что это единственная технология. Нас, к счастью или к сожалению, догоняют уже другие технологии. Насколько они лучше, насколько хуже. Процесс покажет, какой паровоз лучше, какой хуже. Условно говоря, если провести параллель с той эпохой, с тем технологическим укладом или с теми технологическими укладами, которые были сотни лет назад. Процесс покажет. Но я уверен, что на рынке новых инновационных технологий, кто впереди, кто больше прошел, тот и в более выгодном положении. Но миру нужно столько дорог, что всем хватит места на этом поприще. Но у нас есть хорошая возможность быть именно пионерами открытия эпохи нового поколения транспорта. И это очень здорово, дорогие друзья. Так, дальше. Денис, все зависят от инициативы. Да, правильно. Абсолютно правильно, Ольга. Абсолютно правильно. Спасибо. Я не прочитал дальше и не надо было бы, может быть, тут так много комментировать все это дело. Таким образом, здесь мы с вами разобрались. Давайте пойдем дальше. Вот я хотел бы очень быстренько пройтись по той справке, ознакомительная справка, которая тут маленький ажиотаж произвела в прошлый раз. Я рассказывал, что эта справка была сначала сделана на эстонском языке. Вот, а теперь она уже на нескольких языках есть. В первую очередь на русском. И состоит она из четырех разделов. Существенная особенность, уникальность и признаки SkyWay. Краткий перечень решаемых проблем. Конкретные преимущества. Возможная схема подхода к применению. И предполагаемые результаты. Я надеюсь, вы читать умеете, но я специально это дело повторяю, что вот это так называемое необходимое содержание, чтобы пробудить интерес у человека, с которым вы общаетесь или предполагаете общаться. Как я рекомендую делать? Значит, вы двойную задачу, как минимум двойную задачу решаете, предполагая какую-то встречу. Но тут есть несколько условий, о которых я скажу чуть позже. Но первое, это то, что вы, допустим, собираетесь кого-то ознакомить. Неважно, из администрации, из предпринимателей или просто из знакомых. Вы говорите, слушай, я вышлю тебе интересную справку, посмотри, есть такой вид транспорта и мы можем об этом поговорить. Вы ссылаете, он знакомится, вы распечатываете это и приходите к нему, уже договариваетесь о времени, приходите к нему и говорите. Кроме этой справки еще нужен кое-какой материал, но суть сейчас не в этом. Говорим об этой справке, как бы точка входа или документ входа, скажем, в возможный проект, чтобы не заморачивать голову. Ведь, смотрите, каждый из этих пунктов, он предполагает наличие небольшого, повторяюсь, небольшого, неизбыточного потока информации. Если вернуться обратно к тому, как подается любая информация, то существует целый ряд правил, я их постарался здесь соблюсти. То есть, на каждый, не надо переизбыток, не должен быть каких-то фактов, каких-то цифр, каких-то деталей на первой встрече. Это крышу сносит, человек понимает, что он дурак, я извиняюсь, да, или он вообще ничего не разбирается, или же у него возникает, что в такой ситуации возникает? В первую очередь возникает сомнение, зараза, что-то хотят тюхать, понимаете? То есть, где-то фокус хотят показать, много мельтешат руками, значит, где-то что-то передернут. Вот, и поэтому это естественная реакция людей. Поэтому очень осторожно надо подавать информацию, не надо рисунками, не надо перегружать. Если вы делаете какую-то презентацию, решили сделать, значит, шла у нас в чате дискуссия о том, что, да, существует стандартный рекомендуемый материал, но не берите все один к одному, дорогие друзья. Материал, который подготовила КБ, ЗАО Струнные Технологии при презентации Министерства, это да, это хороший эталон, но он не для первого входа. Ведь смотрите, кто и для кого, и с какой целью он был сделан. Он был сделан для того, чтобы Анатолий Адуардович Юницкий провел бы основательное ознакомление тем людям, которые 10 лет, часть из них 10 лет назад видели это дело. Часть из них, большая часть, это профессионалы в той или иной степени их компетентности в транспорте. И третье, он как бы презентовал в целом уже так называемое состояние. А наша задача, наша задача пробудить интерес, а не что-то обосновывать, понимаете? И поэтому информация должна быть очень лаконичная, конкретная, точка в точку. Поэтому пользоваться тем материалом можно, но вы посмотрите, даже хотя бы такая вещь, там же можно зарыться в формулах, там в графиках можно зарыться. Если, предположим, даже вот я смотрел, после того, когда у нас маленькая только обмен информации возник в чате, я посмотрел, что вот как бы я отнесся к этому делу. Вы знаете, мне надо еще недели две готовиться, чтобы хоть как-то адекватно постараться быть, ну как бы в форме по всему тому докладу. Хоть как-то, понимаете? И теперь предположим, что у вас как бы ваш собеседник, человек, который хорошо разбирается в сопромате. Я поплыву. Мне придется отбрехиваться от целого ряда его вопросов, понимаете? Что это даст? Это даст такой эффект, от которого, значит, хотел сделать как лучше, а получилось хуже, чем всегда. Вот. И поэтому здесь надо быть очень осторожными. Поэтому идем дальше. Существенная особенность, уникальность и признаки транспорта. Вот они здесь. Автор Юницкий 40 лет занимался этим делом и занимается дальше. Существует целый ряд разработок. КБ работает. Дальше. Основы технологии струнной, значит, на вантовом принципе, которая. Не надо вдаваться в подробности. Вантовый принцип. Если зададут вопрос, будьте готовы ответить, что это так называемые натяжные струны, которые находятся под определенной нагрузкой натяжения. В натяжении. Причем, не будем сейчас вдаваться в детали. То есть, здесь надо быть готовым предугадать или предопределить возможные вопросы. И все. И не останавливаться. Не врываться в эти темы. Дальше. Трасса образуется. Рельсовая структура и так далее. Созданы проектные решения. И готовится сертификация экотехнопарка. Могу вам еще сказать, что сейчас идет размышление о том, чтобы создать так называемую презентационную площадку не только на территории Беларуси, а где-то еще и в другом месте. Почему бы не в Евросоюзе, может быть еще где-то. То есть, понимаете, да? Процесс пошел. Есть потребность в этом. И процесс идет. Городской, грузовой, сверхскоростной. Переходим дальше. Туристическое развлекательное средство передвижения. Рекомендую. Это мое мнение. Специалисты, может быть, вам скажут как-то иначе. Я это не согласовывал. Но рекомендую, потому что это очень хорошо влияет на чиновников. Когда я говорю, что вот смотрите, друзья, что есть виды транспорта. Они требуют такой основательной сертификации. А вход или точкой входа может быть туристическое развлекательное средство передвижения. Которое, значит, технически осуществлено такое. Дает такие-то показатели. А фактически это как из один из подвидов будущего возможного транспорта. Потому что его можно как и транспортное средство, но оно требует тогда еще до сертификации. И дальше. Абсолютные аргументы. Технология прошла экспертный совет министерства. Рассказывайте, не вдаваясь в подробности. Есть два пункта, которые очень важны. Все остальное это так, не шура. Первое. Инновативное, или, извиняюсь, инновационное. Признан инновационный, инновационный. В российском законодательстве или в российском пространстве правовом. Это значит, есть право выступать как таковой при возможных заказах. В тендерах участвовать. И второе. Это начать работы. Там просто предложено. Так обычно говорится. А фактически это является задача, поставлена перед КБ или ЗАО струнной технологии. Сделать предложение на конкретный пилотный проект. Если условно говорить. Или, скажем, не вдаваясь в эту казуистику, словистику, которая там приведена. Следующее. Технология Skyway представлена на всемирной выставке транспорта. Инновационного, инновативного транспорта, или Иннотранс 2016 в Берлине 20-23 сентября. Все рванули туда сейчас. Там будет большое шоу. Понимаете? И это очень сильный аргумент. И, значит, у меня не было в прошлый раз. Я вот подумал после всех наших дискуссий. Очень важно еще. Является таким аргументом. Я его иногда применяю. Но я сюда тоже его внес, что заключены ряд соглашений и договоров на разработку проектов применения Skyway технологий. Конкретно задаваемым исходным условием. Например, в Австралии, в России, Шотландии или Ирландии, Эстонии, странах, регионах Балтийского моря и других местах. Зададут вопрос. Ну, имейте в заднем кармане хотя бы один пример. Скажите, я знаю вот об этом. А остальное, там, если вас интересует, могу узнать и рассказать вам. Дальше. Краткий перечень. Значит, сори, извиняюсь. Тут я передерну. Значит, и последнее. Существуют, значит, там возможные варианты. Первый шаг, второй шаг. Это вы там все узнаете. И здесь сейчас ничего такого нет, чтобы я хотел бы вам еще очень сильно рассказать. Значит, единственное, хочу предупредить. А, все, здесь все есть. Результатом этих двух шагов является. И таким образом вы заканчиваете. И таким образом, закончив таким образом, что результатом этих двух шагов является то-то, 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 вы говорите, что мы готовы рассматривать возможности сотрудничества, или в случае возникновения вашего интереса, вопросов или каких-то идей, мы готовы вам помочь рассмотреть это дело. Все. Дальше вы говорите, или уже отталкиваясь от этого, начинаем советоваться, если у вас возникает вопрос. Так, вот тут, Владимир, ссылку, пожалуйста, на сканы презентации. Окей, хорошо. Ссылку на этот документ. Да-да, я дам. Ссылки нету, друзья. Я этот документ высылаю просто. Я понял, я сделаю ссылку и буду давать ссылку. Это надо было уже давно сделать. Нужна структура. Надо сформировать штаты инвесторов и инициаторов, как я. Да. Ну, Денис, почему бы нет для малых городов, а других для более крупных городов. Вы знаете, я не сторонник такой градации. Малые города, крупные города. Какая разница, в каком городе. Главное, чтобы были бы сторонники и заинтересованные. Поэтому это все такая уже казуистика. Она усложняет и отвлекает энергию и фокус. Хотя, в принципе, почему бы и нет, как вариант. Я ничего здесь не вижу. Там по Сапрамату все разрачно. Да, прозрачно. Но, пардон, я в Сапрамате не сильно разбираюсь. Я электронщик по одному из образований, по другому я энергетик. А по третьему экономист. И Бог знает еще кто. Кстати, воспользуясь случаем, скажу, что доктор экономики. Мне как-то задали вопрос в чате, что, а что такое доктор экономики? Это доктор экономических наук или нет? Дело в том, что у меня нет диплома доктора экономических наук в понятии ВАКа России. У меня есть документ доктор философии и квалифицировано как экономики. Поэтому в нашем правом пространстве доктор экономики я так себя и презентую. Если же посмотреть в российском, существующем ныне ВАКовском, то я кандидат экономических наук вот таким образом, если в российском пространстве. Дальше, значит, смотрите. Я сначала был такого же мнения о расширении презентации, о расширении презентации, что она совершенно не для новичков. Да, не для новичков. Все правильно, да. Все правильно. Для входа надо несколько проще и короче. Так, на мне держит техническая часть. Да, абсолютно правильно. Вы будете, если вас, Денис, интересует техническая часть, вы будете, естественно, более подкованным в этой части, там, где у вас есть определенные компетенции. Но это не исключает того, что именно на этом надо заострять внимание и как бы буравчиком уходить в эту тему. Наше первое знакомство – пробудить интерес. Если вы видите, что это специалист, которого интересуют сапраматические или так называемые, ну, скажем, абсолютно технические какие-то параметры, да, какие-то особенности, ну, бога ради, тогда давайте вперед, как говорится, и с песнями. Вторую страницу, вторую страницу можно. Вы хотите сфотографировать? Сейчас попробуем. Но я выставлю сейчас здесь. Смотрите, это очень просто, значит, справка. Я ставлю сюда сейчас, и вы можете здесь ее скачать, друзья. Вот здесь справка маслов. Разрешит участникам своих, загрузку своих ресурсов. Находясь здесь, вы можете отсюда скачать. Попробуйте. Так, я попробую сейчас вам еще вторую. Ну, вот она немножко большая, она вся тут не просматривается. Ладно, попробуйте там скачать. Так, идем дальше. Значит, стратегия, это мы смотрели с вами. Стратегию смотрели. Сейчас я немножко сориентируюсь. У меня фокус съехал, прошу прощения. Так. А, вот еще вопрос. Вы знаете, что, значит, несколько людей спрашивали. Мы сейчас занимаемся тут инвестицией через пакеты, которые предлагают, значит, инвестировать в Экотехнопарк. Но нам еще дается возможность посадить деревья. И у меня тут неоднократно спрашивали. Владимир, а куда эти деревья будут сажаться? Я вот не еду, куда это будет? Вот я и говорю, что, видите, строится вот эта трасса, так называемая, навесной или двух струн, или двух путевой, путевая структура навесного транспорта, городского и скоростного. То есть, поверху будет вагончик бегать. И здесь высаживается сейчас плодовые деревья. И вот мы в этом деле участвуем, дорогие друзья. Следующий этап, по всей вероятности, это будет уже с половины где-то лета или с какого-то летних месяцов, начнется подготовка высадки здесь так называемых лиственных и хвойных деревьев на всей другой территории. Но это уже следующий шаг. Поэтому, вот пока могу просто сказать, что здесь это дело происходит. Так, и тогда теперь давайте посмотрим, значит, еще раз. Что еще можно знать, значит, оно в какой-то степени есть в справке, что основные такие, ну, как бы, существенные особенности. Почему именно Skyway, а не что-то другое? Например, я сравнивал с двумя видами транспорта. Это монорельсовый транспорт и скоростной транспорт типа Сапсан, который здесь выстраивается в Евросоюзе сейчас. Скоростная дорога Baltic Railway. Освобождание дорожной насыпи и монолитных структур трасс. Монолитные, это, если это монорельс, то это монолитная структура, да? И вы можете там увидеть вот той презентации, там есть сравнение, кстати, такое же. Снижается на порядок экологическая нагрузка. Не требует особых доказательств. Структура та трассы может пролегать на различных грунтовых структурах или на грунтах различной структуры. От болота до вечной мерзлоты. Вода, горы, песок, все помещается между этим. Доставка ископаемых с труднодоступных разработочных мест, шахт и так далее. Доставка грузов с значительной, со значительной, пардон, скоростью в различные точки логистики. То есть, вы знаете, что фактически, я разговаривал с транспортниками, они говорят, если или когда вот этот транспорт начнет действовать, то практически мы стоим в преддверии перестройки вообще концепции логистики. И это очень интересный момент, потому что сейчас большинство логистики построено в опоре на автомобильный транспорт, фурами возят. Это страшное дело. А здесь будет совсем, ну и естественно, железнодорожным транспортом тоже, конечно, не тоже, а в первую очередь. Но средняя скорость движения грузов в России, это от 7 до 9 километров, в мире поднимается максимально до 12 километров в час. Это очень серьезно, дорогие друзья. Вы представляете, где-то произведен продукт, а он продукт или какое-то изделие или что-то еще. И оно с такой скоростью, практически как на лошади, везется человеку или в компании, или в фирме, или в какой-то склад для того, чтобы этим делом воспользоваться. И это очень серьезно. Безопасно и удобно, факт, не зависит от погодных условий, рачительно, то есть экономно и эффективно, легко сопрягается с существующими видами транспорта. Вот здесь я на этом хочу остановиться. Вы понимаете, часто задают вопросы, все, сейчас скорее построим, вот даже в нашем чате там кто-то сильно выступал, в нашем или в каком-то, у меня много чатов, но в каком-то из них, а, пардон, показывали спич выступления одного пенсионера, как его там кто-то назвал, вот, хотя я тоже, в принципе, являюсь пенсионером, но тем не менее, поехидничаю. Вот, он там начинает так, что типа, да, смотрите, значит, что нужен новый транспорт, что, значит, взамен, взамен сразу, вот он сразу хочет менять существующий, да, он предлагает там усиление, укрепление, улучшение, вот, существующего там какого-то транспорта. А фактически это не так. Дело в том, что существующий транспорт, он сразу не уйдет с арены. Он будет существовать, изживать себя, потому что у него жизненные циклы у разных, там, у трамвайной линии это 20 лет, 25 лет, в зависимости от того, что за линия. Там, допустим, на магнитной подушке, там, несколько больше, там, до 30-35 лет, но они требуют в этом промежутке много капитального ремонта, каждый из этих. Железная дорога точно так же, Skyway, наш вид транспорта, его жизненный цикл 100 лет. И капитальный ремонт практически, ну, как бы, минимальный. Необходима только поддержка систем функционирования, и это все там разработано на высшем уровне. Поэтому, поэтому здесь, скажем, наряду с развитием Skyway будут существовать еще многие-многие годы и другие виды транспорта. В первую очередь, не построить, то есть, сверху не заменить все существующие транспорты, а это будет такой плавный, десятками лет, 10-20 лет, 25 лет будет заменяться один вид транспорта на другой. Хотя это останется, остаются функционировать и подвесные дороги, и какие-то там трамвайные линии и так далее. Но не имеет смысла где-то прокладывать Skyway. Вот, тут видны другие такие показатели. Таким образом, так, пардон, давайте пойдем дальше. Ну вот, я бы остановился еще вот на чем сегодня, дорогие друзья. Возвращаясь обратно к этапам. Смотрите, мы все время топчемся, ну как топчемся, мы находимся здесь, там, где мы находимся, до нулевого этапа. То есть, еще даже нет, это вход в адресный проект, возможные адресные проекты. Я просто на входе могу сейчас вам еще сказать, что так общее, как бы, чтобы у вас представление было, что многие пугают, что вот все, сейчас вход в корневую компанию сразу закроется тут же. Да, он может сузиться, но условия могут ухудшиться. Но то, что иссякнут акции, забудьте про это. Акции будут достаточно долгое время, но они будут в разном качестве выступать. Вот в чем вопрос, понимаете. Вот, и вход в адресный проект, он является именно, в будущие адресные проекты он будет осуществляться, и ничего тут сложного нет. Акции будут существовать. Это вход в адресный проект, это презентация, то, о чем мы сегодня говорили в начале, состоятельность и привлекательность исковей потенциальному заказчику и или инвестору. Он может и тот, и другой, еще и третье быть, да. Владение или получение доступа к информации о планах развития транспорта в конкретной местности. В большом, маленьком городе, в районе городском. Значит, где приоритетные районы, какие, какое развитие. Я уже говорил в прошлый раз, говоря в Эстонии тут о трассе. Я-то своим умом прочитал проекты развития транспорта в Эстонии, где написано, что к 2020 году обеспечить время проезда людям на трассе Таллинн в Санкт-Петербург в любую сторону за менее чем за 5 часов. Сейчас это, в лучшем случае, 6 часов осуществляется и то с большим напрягом, а так 7-7,5 часов. И я пошел, начал как бы с этой точки заход, а меня как бы вежливо извинились, сказали, а вот что вы можете сказать по поводу трассы между Таллином и Хельсинки. Если кто не знает, просто скажу, что разделяет Финляндию и Эстонию, разделяет залив, Таллиннский залив Балтийского моря и Финский залив. И между точками от Таллина до Хельсинки находится где-то 81,5-82 километра, зависит от того, как трассу прокладывают. И давно уже ходит идея объединить эти два города, но не объединив транспорт, не объединяешь эти города в определенном экономическом и социальном порядке. Есть такая идея у обоих муниципалитетов, не буду сейчас этого даваться. А самое главное то, что прокладывая Балтик Рейлвей из Эстонии в Европу через три прибалтийские республики, Эстония, Латвия и Литва, нет как бы, если конечная остановка есть максимально, это Берлин или же еще дальше Париж, то начало из Хельсинки, то есть Скандинавия не соединена. И идет давно уже речь о строительстве подземного туннеля. И говорят, что можно ли, я говорю, конечно можно, и поэтому для них оказалась важнее именно эта часть. Я это даже предположить не мог. И это определение точки входа очень важно, поэтому это я вот подтверждение этого вам говорю. И сейчас ведутся определенные подготовки, чтобы эту тему развить дальше. Но было сказано, что денег, опять-таки момент, который очень сильно влияет на перспективу, вы сказали, что рассчитывать на большие деньги, государственные или европейские, до 2020 года мы просто не можем. Видим перспективу, видим интерес, будем следить, держите нас в курсе всех событий. Сертификация начнется обязательно, мы создаем рабочую группу, будем держать себя в курсе, а дальше будем смотреть, какие-то небольшие деньги на предпроектные работы, вероятно, будут найдены, а какой-то проект начинать мы не видим такой возможности. Поэтому вся надежда на вас. Это к тому, что говорить об инвестиции. То есть подготовка соглашения, намерения. И тут первым вопросом, я не случайно сделал красным, подготовка исходных условий инвестиционной схемы проекта. Можно там спокойно разрисовать красивую ситуацию, но не зная, откуда ЗИН деньги взять и где эта тумбочка. Я извиняюсь за такое сравнение. Это не совсем правильно. И поэтому об этом надо уже вначале начинать думать. И таким образом, а дальше идет уже своя процедура, свои определенные шаги. Так, таким образом, я смотрю, время наше истекает, друзья. Вот ссылочка на так, будет ссылочка на мне интересная техническая часть, это хорошо. Значит, с технической частью, друзья, вам надо работать. Но предупреждаю, создавая, ведь одно дело сделать справку, а другое дело еще видеоматериал. То есть визуализация нужна. И вот тут есть место для творчества, но опять-таки, каждый слайд не должен быть перегруженным. Видовой, краткая информация, дальше. То есть, я повторяю то, что я вначале сказал. Нельзя своего, как бы, собеседника перегружать, чтобы у него крыша свалилась бы. И эффект будет абсолютно другой, который мы, как бы, желали получить. Дальше. Ну вот, из ресурсов взяла. Благодарю. Отлично. Таким образом, дорогие друзья, я вам, значит, еще раз... А, вот, еще интересный момент, который вам не сказал. Почему Skyway? Есть еще, появился, кроме Гиперлупа, который представлен будет вместе с Skyway и на Инотрансе в Берлине в сентябре месяце. Есть SkyTran. Это израильский проект. Там есть сейчас... Я не компетентен сейчас до конца говорить вам все, да? Вот. Но там есть много интересных таких нюансов. Факт то, что Skyway дешевле и эффективнее сейчас 3-5 раз пока. Вот. Потому что там недорешены целый ряд вопросов. И они в процессе, как я уже вначале, видать, сказал, что они немножко отстают, мягко выражаясь, немножко. И теперь смотрите, значит, в конце здесь есть такая вещь, как... Не случайно вам показываю. Есть возможность, пользуйтесь ею, как стратегии, о которой мы уже говорили, да? Спасибо. 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 Спасибо.